Чтобы время чудес наступило, чтобы счастье пришло вам домой. Мы несём с собой радость и чудо, будем петь, танцовать и играть. Интермедиа с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Спектакль «12 месяцев» и сладкие подарки. Площадкой для губернаторской ёлки уже второй год служит Рязанский театр кукол. Классической сказочной историей артисты подарили современную обработку, чтобы впечатления от спектакля остались с юными зрителями надолго. Мы взяли классический сюжет о девушке, которая идёт в лес, для того, чтобы там найти подснежники. Он был известен ещё до революции в нашей стране, благодаря Лескову, тому самому, который подковал блоху. Несколько его видоизменили с учётом различных версий и с учётом сегодняшнего дня. То есть у нас конфликт не такой может быть острый, как у Маршака, а скорее между хорошим и лучшим. Потому что наша принцесса, она, конечно, капризная, но тем не менее очень обаятельная барышня. А теперь возвращай подснежники. Хочу, чтобы весь дворец был в цветах. История о доброте, храбрости и чуде. Подснежники здесь – аллюзия на наши даже самые невероятные мечты. Ведь если очень сильно во что-то верить, оно обязательно сбудется. Гостями губернаторской ёлки по традиции стали победители областных конкурсов и фестивалей, обучающиеся школ-интернатов, ребята из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети-участников специальной военной операции. От лица главы региона Павла Малкова присутствующих поприветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. В этом году в Рязани три губернаторских ёлки. И каждая для того, чтобы создать настроение предстоящего праздника.